хай сегодня буду варить короче вешалку вешалку для вещей 90 сантиметров длина такую покрепче надо сделать потому что на ней будет висеть зимняя одежда покупать соответственно дорого все эти дела сделаем сам сделаю короче купил труба квадрат 2 20 на 20 полтора толщина ну в общем заматерину два анкера чтобы подцепить и в общем вышла за материал сколько 400 рублей короче я считаю это нормально ну чё поехали варить буду неоном нет сегодня варить буду авророй давно не уже не варил стоит без дела будем работать сегодня авророй поехали так ну что я первым делом делаю первым делом я делаю это настраиваю ток для электродов который с буду работать электроды с которыми буду работать это вот сап 2 миллиметра я их купил еще 25 мая 2018 года считайте сами сколько здесь может третью часть только использовал написал это мне на день сварщика подарили и вот смотрите сколько их еще там осталось ну как всегда вот кусок железячки я примерно настрою ток какой мне нужен конечно кабеля здесь дубовый держал тут мощняцкий для таких электродиков ну вот вот такой током типа оптимальный для работы с электродами 2 миллиметра с рутиловыми и варить профильную трубу полтора миллиметра вот я все подготовил вот он материал здесь шесть метров профиля вот такой вот он успел палец уже обжечь чего бывает такая профессия так работать буду как всегда болгар очка своей маленькой калибр кто-то кричал когда-то более намного короче не знаю если на хороших руках она прослужит долго она уже много работы сделала это болгарка еще работает и будет работать и стоит полтора рубля нафиг покупать там за четыре с половиной за пять тысяч там вот такой вот калибр хорошая не такая мощная но мне в принципе эта мощность не нужно мне чем нравится что она маломощная тем что если например диск закусывает то она останавливается останавливается и диск не лопается то есть плюс даже в этом есть такие вот дела так ну все готово начну чертить пилить будем делать вешалку так ну верхняя крышка у нас уже готова то есть не крышка это как бы вот где шапки лежать будут понятно да одна часть такая вешалки вот такие вот швы аккуратные двоечкой потихонечку еще и зачистится будет сухлаз так приступаем к той детали как на которой будет висеть вся одежда поехали для удобства для удобства есть такие магниты которые 90 градусов выставляют вот смотрите как ними удобно работать поставил с одной стороны поставил с другой стороны все у нас стойка стоит ровно четко так что магниты у каждого сварщика должны быть вот как делать крючочки на которые цепляться будет одежда вешаться вот берем пруток проволоку привариваем ее вот так вот круглой какой-то вот арматуре закручиваем ее как пружину затем вот здесь вот так посередине болгарочкой разрезаем и получается у нас кольца из этих колец мы будем делать крючки понятно да ну в общем использовал крючочки свои крючочки со старой вешалки вот получилась вот такая вот штука все равно она будет краситься вот так она приварилась видно ну так маленькие приварены вот получается неплохая вешалка так поехали дальше ну вот получилась вот такая вот вешалка вот такая вот сейчас я вот эту вот сквозную дырочку заварю здесь тоже вот сбоку надо сделать не стал я под 45 градусов варить лень было сделаем поставим заглушки вот все это сейчас будет зачищаться лепестковым все швы лепестковым диском затем вытираться будет или бензином или white spirit вся вот это вот видите руки какие она в масле или чем профиль масле вытираться это все будет и краситься потом будем ставить шлифовочным диском прошелся вот что осталось от стыков то есть вот так вот все теперь это все закрасится вот они такие стыки диском шлифовочным вот сороковка ним шлифовал диска не очень уже сыпаться начал фирма вот такая вот не советую вот эту фирма покупать вообще какие-то беспонтовая короче ну все здесь в углах сделал под под анкера на которые будут крепиться все готовлю покраски ну вот покрасил как мог и получилась вот такая вот вешалка как устанавливать показывать не буду вот так вот конец видео